МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 января 1943 года. 572-й день войны. Сегодня в заводском посёлке Сталинграда наши штурмовые отряды выбили противника из 27 дзотов и блиндажей. Немцы предприняли несколько контратак, но были отброшены. В ходе операции «Искра» под Ленинградом подбит немецкий танк, тип которого пока ещё неизвестен советским солдатам. Как стало ясно позже, это новейший немецкий тяжёлый танк «Тигр». Машину отправили на испытательный полигон в подмосковную Кубинку, где её детально исследовали специалисты и определили все слабые места. Одной из проблем на фронте были минные поля и мины. Именно на них гибло множество техники. 14 января 1943 года было принято постановление Государственного комитета обороны о производстве противоминных травов. Их выпуск был налажен на Тульском механическом заводе. Противоминный трал представлял из себя некую конструкцию, такую треугольную железку, которая крепилась к танку. На ней были валики. На этих валиках крепились специальные штыри, их называли пальцы. Танк, толкая перед собой вот этот самый трал, подрывал мины и открывал дорогу для движения техники. В районе северо-западнее Великих Луг отбита контратака пехоты и танков противника. На поле боя осталось более 200 вражеских трупов и 8 сожжённых танков. На другом участке огнём нашей артиллерии рассеяно и частично уничтожено скопление немецкой пехоты. Разрушены десятки дзотов и блиндажей противника. Субтитры создавал DimaTorzok